Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-Ниндзя-Мутанты. Ну что же, окончание турнира у нас произошло, забираем нашу награду, ребята. Я, блин, я все-таки все гони, одна звезда, я думал будет все-таки две, но видимо меня ребята скинули. Ладно, хотя бы уж так, как я не старался, как я не пытался, ничего у меня не вышло. Немножечко, ребята, мне обидно, но ничего поделать с этим, к сожалению, не могу. Так, давайте забирать здесь, ага, отличненько. Кстати, у нас сколько с вами монет? Ой-ой-ой-ой, это означает, ребята, что мы сможем сегодня с вами, наверное, проапать наших ребятуль, которые у нас там стоят и ждут своей участи. Ну, а пока будем открывать колоды и смотреть, что нам здесь достанется. Ага, мутагеноид я вижу, да? Так и есть, именно он. Давайте посмотрим теперь вторую колоду, кто у нас тут выпадет. Неужели Ваня? Ванюша, дорогой, да? Конечно. Так, замечательно, давайте заберем здесь. Ой, две ДНК Донателла. Так, два золотых осколка. Сплинтера сколько? Две ДНК, отлично. Два серебрых осколка. Кунаичи, одно ДНК. Два телепорта. Три доллара и пятьсот, ребята, мутагенов. Все как обычно. Ладушки. Ну что, давайте, наверное, мы посмотрим наш список, да? И, как я говорил, я хочу, ребята, улучшить себе, конечно же, Бакстера Стокмана. Поехали. Отличненько. Он у меня получает, ребята, золотые звезды. Четыре штучки у него. Так, что это, новое или не новое? Я что-то не могу понять. Сила судьбы. Костюм Бакстера наносит судьбоносный удар. В начале хода увеличивает силу атаки на 20%. А, это мы, ребята, с вами читали. Это я помню, это уже было. Это не новенькое, так скажем. Так, давайте-ка мы здесь поменяем с вами. Сюрики. Так, а что у нас у Рахзара? Я не понял. Ага, у Рахзара у нас рубилка. Давайте, конечно же, поднимем до четвертой ступени. Обязательно, ребятушки. Это его основной, так скажем, удар. Так, ну что, у нас, получается, все, ребята, сбросилось. Соответственно, и лига, и... Так, у нас осколки здесь? Ну, давайте, давайте повоюем за осколочки тогда, по-быстренькому сейчас. На автобой до третьей позиции, а потом уже я переключусь на ручное управление. Давайте. Бакстер. Бум, готов. Так, 8 осколочков серебряных мы с вами получаем. Блин, а их сколько нужно? Ой, их нужно очень много. Но мне также нужны и золотые. Да, нелегко все, ребята, это будет у нас. Так, поехали. Эпизод второй. Здесь тоже у нас, ребята, все будет на автобое. Сейчас мы побыстренько ему пропишем люлей. А уже, наверное, с третьего эпизода я буду уже сам. Так, поехали. Так, Лео, ну зачем? Не надо было так делать. Можно было и просто бомбануть. Так, Рафик берет провокацию. В принципе, нормуль. Ах ты, смотри, он Маузеров отправляет. А, че я волнуюсь-то, ребята? Он же 40-го уровня. Ёлки-палки, совсем забыл. Это вот сейчас он будет 60-го. Да и то, ребят, поверьте, я его, наверное, быстренько сейчас разбомблю. Ну. Давайте-ка. Давай мне ручное управление. Так, 16 осколков. Сейчас будет, ребята, разыгрываться 8 золотых. 8 золотых осколочков. Поехали. Так, я уже буду сам здесь разруливать ситуацию, как говорится. Так что не переживайте. Ну. Так, ну и... Ах, вот ты как стал делать. Ну, ладно. Ой, Рафик, молодец. Так, ну-ка, давай мы, наверное, сделаем... Пропишем суперудар. Че-то не то, ребята. Как-то не задалось. Я надеюсь, он сейчас не будет делать смертельную волну. Нет, он делает ракеты. Хорошо. И теперь, теперь, теперь мы, наверное... Давай подожгем его, попробуем. Ага, хорошо. Так, ну что, Рафик... Ах, Рафик. Ну да, конечно. У нас провокация уже спала, ребят. Но это ничего не меняет. Все равно он проигрывает. Ну, на следующий этап, естественно, мы не пойдем. Потому что там он будет 80 уровня. Мне делать с ним, как говорится, там нечего. Все равно я не справлюсь. Но 8 золотых осколков мы получаем сегодня. Так, что у нас дальше по программе дня? Как видим, на турнирной арене будет разыгрываться у нас Змей Кавьюн. В принципе, в принципе, он мне как бы и не нужен. Так, давайте посмотрим Крип. Сколько карточек у нас Крипа. Ведь Крип же разыгрывался, да. Ну что же, у меня стало 35 из 80. То есть, да, еще прилично придется мне его искать. Для того, чтобы проапать. Но на ближайшее время у меня есть кого апать. Вы прекрасно знаете, что это у меня... Ёлки-палки, я уже сам забыл, кто. Это у меня Карайка и Бакстер Муха. Да, именно их надо будет апать. Но все дело упирается в золотые осколки. Будем копить потихоньку. Так, ну что же. Поехали, наверное, ребята, сразу с турнира. Начинать. Так. Ну, здесь можно любых выбирать абсолютно, без разницы. Так, 14, 16 и 17 уровень, да. Значит, вот так вот. Давай-ка мы начнем вот с этих ребятуль. И будем потихонечку наказывать. Так, ставим на автобой. Слушайте, я думаю, что они справятся здесь, наверное, да? Так, молодец. Держит удар. Так. Майки, успокойся, пожалуйста. Ну. Ой, Хана наказали. Главное, чтобы Бакстер, ребята, не выпустил маузеров. Или волну. Самый опасный удар у него. Ну. Слушайте, а он... Нет, он, по-моему, не успеет. Он такой слабенький, что даже попасть по нам не может. Да, ребята, все отлично. Мы с вами продвигаемся, естественно, дальше. Так. Ну, получаем, конечно же, тут мало мутагена. Но зато мы... Да. На воин две звезды перешли. Поехали далее. Так, выбираем. Всегда выбираем самых, ребята, с... Как сказать? Самых сильных и крепких противников. Здесь абсолютно все одинаковые. Так что можно даже не заморачиваться. И я возьму, пожалуй... Так. Кого взять? Давай вот этих вот. Семнадцатые уровни у всех. Опачки. У носорога здесь три звезды. Причем золотые. Это на семнадцатом-то уровне? Так, давай-ка мы кого-нибудь другого выберем. Вот этих вот посмотрим. Во, вот это уже другой разговор. Сестнадцатый и восемнадцатый уровень. Так. С ними мы, в принципе, должны справиться. Я надеюсь. Поехали в бой. Так, автобой включаем. И, как говорится, понеслась. Ах, тут же Лео. Ёлки-палки. Тут Лео классика. Ой-ой-ой-ой. Он же хиляется, ребят. Он же хиляется. Сейчас будет хилять. Ну, естественно. Ну, естественно, ребят. Ну, кто бы сомневался в этом. Эй! Майки, держись. Не падай. Так, давайте мы, наверное, уже добьем карайку. Так, они взялись за Рафика. В принципе, справедливой. Справедливо. Так, давай добиваем. Красота. И теперь уже будем Лео мучить. Слушайте, ребятушки. У нас здесь получилось, как всегда, великолепно. Идеально. Мы с вами двигаемся, конечно же, дальше. Так, сегодня, я не знаю, ребят. Мы, наверное, сделаем только Лигу. Испытания будем, наверное, делать с вами в следующей уже серии. Так. Поехали сразу же. Выбираем. Так, 11-12. Слушайте, они идут все на говногу. Я даже не знаю, кого и выбрать. Я думаю, что вот этих вот. Хотя нет. Нет. Блин, тут золотых очень много. Я думаю, что, наверное, вот этих вот надо брать. Да. Именно, ребята. Давайте их возьмем. Тут у нас 21-й и 18-й уровень присутствует. Поэтому. Так, секунду. Так, так, так. Если я выберу вот эту вот компашку. Как вы думаете, они справятся? По идее, должны. Мы все-таки по звездам как бы лучше нашего противника. Насчет, конечно, Джастина. Я сомневаюсь. Ну, сейчас мы это увидим. Посмотрим, как все будет у нас обстоять. Так. Макман. Макман, в принципе, неплохой. Получает урон. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кирби. Ёлки-палки. Да как же так? Какой же ты ватненький, а? Какой же ты ватненький. Ну, естественно. Хил от Лео. Да, вот бейте лучше кабана. Что ты делаешь? Масухой бомбанул, да? Так, понизил меткость. В принципе, это хорошо. Кирби, ты главное держись. Потому что больше хила у тебя нету. Да, Джастин тоже слабый какой-то. Да что ж такое-то? Упадет. Так, Макман упал, ребята. Ээээ. Так, Дони, 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 Дони. Ёпорстэ. Ну. Да что ж такое-то? Вы не можете даже уронить Доника. Есть. Так, они принялись за Лео. Лео, по крайней мере, ребята. Ай-яй-яй. Несмотря на то, что у него была понижена меткость, он все равно попал по Кирби. Только хотят сказать, урони мне Кирби. И он уронил его, ребята. Он уронил. Ну, в принципе, на таких вот маленьких уровнях, ребята, это не страшно. Это незаметно. Это вот когда уже там, ближе к финалу, когда у тебя падает боец, да, ты уже ощущаешь, что слишком мало опыта получишь, слишком мало мутагена тебе достанется. На этих, на начальных, не так все критично. Поднимаемся мы здесь моментально, грубо говоря, по карьерной лестнице. Так что не стоит переживать. Выбираем. Да, да, да. Конечно же, вот эту вот почулю. Так, 28-й и 25-й уровни. Нас тут, ребят, встречают. 25-й и 28-й. О, да ладно. Это мне вот столько придется... Ой, как же не хотелось бы, ребята, столько пропускать-то бойцов в холостую. Ну, видимо, ничего не поделаешь. Давайте выбирать вот так вот тогда. Ай-яй-яй, как плохо. Ну, как говорится, сезон только начался, поэтому, ребята, не секрет, что на самом начале будут вот такие вот уже крепкие игроки появляться. Поехали, естественно, автобой. Я больше, чем уверен... Я больше, чем уверен, что мы здесь, наверное... Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, я уже не уверен ни в чем, абсолютно. Я не думал, что у меня Рокстеди, Носорог, вот этот вот такой будет ватный здесь. Тьфу! Да-а-а-а. Называется три звезды у Носорога, да? Золотые. И такой ватник. Да, мы, по-моему, тут вообще сольемся. Тьфу! Ой, выбрал, дурень. Ну, конечно же, падает у нас... Ну, до не упадет, стопудово вам говорю. Все. А этот Донателло, естественно, один здесь не потянет против троих. Он вздуется. Короче, мы здесь проиграли вообще по полной программе. Вот так вот, ребята. Вот, что значит непрокачанные маленькие бойцы. Сразу видно, как они отгребают по полной программе. Естественно, мы никуда здесь не передвинемся. Какую там? Ну, дали нам первую позицию. Тем не менее, мы профукали с вами бойцов. Мы профукали с вами опыт. Мутаген. Попытку подняться выше. И это на самом начале-то. Ладно, выбираем далее, ребята. Так, 24-е и 22-е. А я возьму вот этих вот, ребятушки. Вот этих. А знаете, для чего? Чтобы реализовать своих пропущенных бойцов. Так, давайте их найдем. Ага, вот они. Значит, возьмем Эйприл. Так, так. И, наверное, Армагона, да? Слушайте, я думаю, да. Так будет самое оптимальное для нас. Поехали. Так, я буду сам рулить. Ну его нафиг. Так, караечка. Ладно, это мы еще стерпели. Начнем, пожалуй, мы с вами... Блин, с Пита. Наверное, надо с Пита начинать. Отлично, хороший удар был. Он не угомонится. Ну-ка, давай ракетами. Армагон. Вот, хорошо. Так, добьем мы Пита? Да, должны, по идее. Должны. Есть, отлично. Так, а теперь уже, наверное, нам нужно... Давайте карайку будем карать. Вот так. Мы еще и скорость понизили. Хорошо. Так, Доня, не волнуйся. Сейчас и до тебя дойдет очередь. Так, нейтрализатор. Ну, он слабо бьет, поэтому я спокоен, ребята. Все, минус карайка. И, соответственно, давайте, наверное, нейтрализатора будем уничтожать. Хорошо, хорошо. Идем пока. Так, Кунаичи. Разрубила. Молодец. Ну и все, остался Донни. Соответственно, ребята, вот здесь очень хорошо у нас получилось, потому что и карты наши сыграли, как говорится, и врага мы с вами победили. Вот это идеальненько получилось у нас с вами. Ух, да, но там еще есть два бойца, которые у нас остались. Не в удел, так скажем. Сейчас будем это все как-то исправлять. Но мы уже с вами в элиту зашли. Где одна звезда? Надеюсь, найдутся здесь такие. Нет, здесь уже легеньких противников у нас нету. И будем выбирать по звездам. По звездам, ребята. Я думаю, что вот этих будем колбасить. Так, 26-е и 28-е уровни. Соответственно, мы берем вот эту вот пачку. И я думаю, что мы их разберем сейчас. Да, девчуля? Ну что же. Начнем, пожалуй, с Хана. Ой, с Хана. С Криса. Конечно же. Так, давай вот так вот сделаем. Ага, хорошо, ладно. Хан, успокойся, пожалуйста. Успокой. Ой-ой-ой, больно было. Больно было. Полздорою сразу, считай, я отнял, да, ребят? Во, вот это хороший удар у Лео. Очень хороший. Вот эта волна меня просто воодушевляет, так скажем. Так, тихо, носорог. Фу, ты посмотри-ка, а? У меня Кейси-то живучий, однако себе. Так, я не понял. Подожди, что же нам тут надо сделать-то тогда? Так, ну ладно, посмотрим, сколько мы урона нанесем. Слушайте, неплохо. Давайте добьем Эйприлу. Ну и уже, наверное... Давайте Хана. Давайте Хана уничтожать уже, в конце концов. У него, правда, контур стоит. Е. Не помог он ему. Ну и Рокстеди, что он здесь у нас? Он у нас может только сделать суперсильную атаку с разбега, но я думаю, он ее не успеет. Да, он ее не успел сделать. Все. Вот здесь вот хорошо у нас получилось. Нет, как говорится, у меня никаких вообще претензий. И Мутагена получили, Нормуль и Опыта. Элита у нас уже две звезды. Мы, конечно же, с вами продолжаем дальше. И так, давайте-ка смотреть. Я вижу 13-15. Давай вот с этих, наверное, мы начнем. Тридцатые уровни уже. Ребята, да не просто тридцатые, а тридцать третий, тридцать первые. Ого. Ого. Это что вы хотите сказать, что я должен... Что я должен начинать с тридцать шестых? Ну, ведь это несправедливо. Ладно. Я попробую, ребята... Блин. Три звезды золотые. Ладно, фиг с ним. Я вот так рискну. Я вот так рискну. Слушайте, ну слишком много бойцов я оставил позади. Ай-яй-яй. Ой, не нравится мне это все. Так, хорошо пошло. Давай продолжать бомбить. Не добили. Так, Баксор, успокойся, е-мое, со своим лечением. Так, давайте-ка укрепим нашу команду и... Так, Змейковьюн, отлично. Отлично. Так, прожалили. Что ты? Мутаген. Так, ты достал уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько он, ребята, провокаций повесил. Давайте тогда мы, наверное, с вами Криса попробуем убрать. Есть. Так, теперь мы, наверное, уберем с вами Бакстера. Не убр... А, нет, убрали, убрали. Все, отлично. Так, ребяточки, я даже не знаю, кого... Кого нам здесь... Давайте, наверное, с Бакстера начнем. Да, он контрит. Ну, ничего с этим не поделаешь. Е, убрали мы. Так. А ну-ка, что если мы... Вот так вот, ребята. Что это было, я не понял. Ха, что он там сделал? Так, волна, да? Волна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это опасно, ребята. Так, два удара у него, да? А, он же на контри. Хорошо, добивочный. Есть. Так, замечательно, ребята. Идеально получилось. Я думал, что они при контри смогут наносить колоссальный урон. Но, как видите, мы выстояли. Три звезды, да? Да, элита, три звезды. Отлично, ребята. Причем сразу 56-е место. Это означает, что мы быстренько сейчас с вами выберемся отсюда. Так, выбираем 13-16. По звездам лучше нам вот этого взять. Или вот этого. Нет, тут... Тут сплинтер. Нафиг, нафиг его. Давайте вот этого возьмем. 35-е, 38-е? Да что ж такое-то, ребят? Я даже не знаю. Погоди, что я делаю-то? Что я делаю, действительно? Выбираем... Так, 35-е, да, значит? Давай-ка вот так. Так, так, так. И вот так вот. Слушайте, по-моему, пора взяться, ребятушки, за слабеньких и хотя бы немножечко их прокачать. Слишком много бойцов у меня остается позади, которыми я уже никогда не смогу воспользоваться, так как мы все выше-выше-выше с вами поднимаемся. Враги сильнее-сильнее. А тех ребятуль я уже никак не смогу реализовать. Да-да-да. Ну что ты, Майки, ну что ты в своей пляске устроил, а? Атаку он повысил. Да-да-да. Ну, Раф, что, промахнулся? Ну, извини тогда. Так, ладно, ребят, хорош с ними шутить уже, а они достали меня. Минус. И давай волной добьем всех их. Вот так вот. Без компромиссов, как говорится. Ну что же, тут все у нас идеальненько пошло, все прошло, и мы с вами попадаем, да? Да, ребята, мы попадаем с вами в Самурай Одна Звезда. Сомнения, конечно, у меня берут, что мы с вами доберемся до двух звезд. Но я вам могу сказать одно, что это предвариловка, поэтому у нас обязательно скинут. Как бы мы быстро и легко туда не добрались, нас обязательно потеснят. Потому что турнир только начался, соответственно, люди только начали играть. И кто-то на работе, кто-то еще просто не успел. Так что, где мы сейчас с вами окажемся, это так. Временная показуха. Потом все придется, как говорится, заново набивать практически. Так, Хан. Оп. Ну, ребята, судя по тому, как Хан ударил, как Майк начал тут плясать, мы, наверное, все-таки здесь разрулим. Так, давайте уничтожим Пита. Не уничтожили. Тогда вот так добьем. Карай, давай. Отличненько. Так, мы лечиться пока не будем. А вот, пожалуй, атаку не убрали? Я думал, что ты веером сможешь все-таки, Эйприл, сбить усиленную атаку с Макмана. Но нет, не получилось. Ай, красота. Железноголовый. Ну, ты молодец. Ты бомбишь. Надо тебе, кстати, вот этот вот ракетный выстрел как-то усилить на будущее. Очень хорошо он выручает нас. Вообще, массовые атаки очень хороши здесь. Особенно, если они прокачаны и наносят очень много урона. Соответственно, по всем врагам наносить колоссальный дамаг, это просто прелесть. Это мечта любого игрока. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, возьмем вот этих вот на разборочку, да? И у нас последняя пачуля, что ли? Да, ребята, последняя пачка моя. Как же это жаль, ребят. Потому что вот смотрите, 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 сколько мы с вами боев не сыграли этими картами. Ну, вот разве это не обидно? Вот мне обидно лично. Но ничего сделать я не могу с этим. К сожалению. Поэтому давайте выбирать последнюю пачку нашу. Это вот эти вот бойцы элита моих колод, так скажем. Потому что они самые прокачанные, самые развитые, самые усиленные. В общем, все самое-самое-самое лучшее это у них. Так, и что сделаем? Ну, давай так вот, бомбанем. Так, теперь вот так вот. И добиваем, наверное, всех. Нет, не всех, скорее всего. Ну, я так и думал, что нейтрализатор обязательно выживет. Он крепкий, гаденыш. А вот теперь все. Даже, я бы сказал, идеальненько. Так, ну, раз, ребята, мы с вами так быстро сыграли на арене. Так, самурай две звезды. Ну, что ж, хорошо. И тем более 44-я позиция. Ребята, это означает, если бы у нас было бы, например, возможность сыграть еще где-то боев 5, мы могли бы дойти до самурая одной звезды. Да? Скорее всего, ребята. Так, ну что же. Что же нам тогда делать-то? Давайте посмотрим, какие у нас есть задания. Кстати, у нас тут по заданиям-то... Ага, по заданиям у нас пока откаты стоят. Так, заходим, короче, мы сюда, в испытания, и смотрим, что у нас тут. День Дони и космические странности. Ну, насчет День Дони вы прекрасно понимаете, да? Тут будет разыгрываться везде Донателло. Хорошо. Пускай будет разыгрываться Донателло. А что у нас за космические странности? Что тут у нас? Так, Джастин, Бакстер. Ну что ж, давайте попробуем. Ой-ой-ой. А, да, ребят, фуды. У нас же вот сыр. Сыр. Ой, смотрите, как... Ой, как хорошо тут все складывается-то у нас, ребята. Почуля-то, смотри, какая мощная. Даже вот так мы сделаем. Вот. Ёлки-палки. Наверное, мы здесь с вами далеко можем уйти. Давайте на автобое, ребята, это быстренько пробежим с вами. Сколько? Три волны? Ну, в принципе, для нас это ерунда. Так, сейчас мы все это очень-очень быстро будем проходить, потому что у меня, считайте, элита. Всю элиту мне дали в доступ мой, как говорится. Ладно. Так, хорошо. Здесь вообще... Они 12 уровня, мы их разбиваем, даже не морщимся. Поехали. Тут даже нечего, ребята, комментировать, потому что они просто падают с удара. Как говорится, я на них только смотрю от одного взгляда моего, они уже падают. Ну что же, три звезды. Давайте смотреть дальше. Так, здесь Джастин, да, разыгрывался? По-моему, ДНК Джастина. Да, ребята. Следующий у нас идет Бакстер, потом нейтрализатор. Ну, в принципе, в принципе, ребята, довольно годные колоды. Интересно, я смогу добраться до восьмого эпизода? Конечно же, нет. Потому что там будет полная задница, ребят. Ну, по крайней мере, Бакстера я точно смогу себе получить. Поехали. Естественно, автобой. И погнали. Так. Двадцатый левел. То есть я спокойно могу здесь играть до шестидесятого уровня. Там уже будем думать. Там уже будем думать, как, чего, почему. Ой, как красиво идем. Айх. Обожаю, обожаю, когда они падают с удара. Так, Армагон, нейтрализатор и Стокман. Опять же, все эти ребята на один удар нам. Так, и все. Муха Тля погибла. Все, идеальная победа. Двигаемся с вами дальше. Сейчас, наверное, будет у нас тридцатый или сороковый уровень. Так. Бакстера мы с вами заработали. Ну что же. Ой, подожди, подожди. Фу, ты нафиг. Пошли за нейтрализатором. Тридцать пятый левел у противника. Так, поехали. Бьем, как говорится, и не морщимся. Так, вторая волна. Волна жжарей, как видите. Хе-хе-хе. Тетли меня просто убивает своим видом. Так, ну что, тараканы бронированные упали. Не такие уж они и бронированные, кстати. Так, а здесь у нас кто? И везде почему-то Баксер лезет, да? Черепашки-нидзя и Баксер. Че он тут забыл, не знаю. В ихней компашке, так скажем. Ого, Крис, как это ты тридцать пятый уровень с удара не смог завалить? Это непорядок. Это далеко, ребят, непорядок. Ладно, двигаемся с вами далее. Ну, так, получили с вами. И теперь... Да. Это у нас кто? Это у нас, по идее, должен быть рафик. Поехали. Посмотрим, как у нас здесь... Так, ну, естественно, ребята, автобой. Автобой. Красиво, красиво идем. Так, они сорокового... Вы посмотрите, да? Вот сейчас Крис убил врага сорокового уровня с одного удара. В предыдущей бойне он не смог с тридцать пятым сразиться. Ну, не смог его повалить с удара. А здесь валит, как орешки щелкает. Ё-моё. Странно, да? Третья волна, ребята. Так, понеслась. Тут, наверное, босс, что ли, будет? На четвертой этой волне. Мне что-то кажется, что да. И, наверное, это будет Шреддер. Так. Лео упал. Ну и... Молодец, рафик. Дай бивочный. Да-да-да-да-да. Здесь... А, нет! Не Шреддер. Ой, только не говорите, что здесь будет два брата Голема. Да-да, именно они. Фух. Ладно, я надеюсь, они быстренько с ними справятся. Ну, давай-давай. Хорош там обниматься уже, елки-палки. Поехали. Так, отлично. Рокзар, зачем ты это сделал? Зачем ты сделал провокацию? Сейчас же... А, нет. Нет, не успеют они ничего сделать. Бум. Он сорок пятого уровня. Лео. Ну, на... А, ох, нифига, Лео бомбанул, ребята. Вы видели? Лео своей вертушкой отнял практически все хп. Там чуть-чуть не хватило, чтобы его просто убить с удара. Молодец. Не знал, что Големы имеют, как сказать, слабость к суперударам. А тем более от Лео. Ну что же, у нас эпизод пятый. Мы с вами, естественно, ребята, идем сюда. И тут у нас уже 55 уровни. Я вам говорил, что мы где-то до 60 уровня должны, в принципе, проходить на одном дыхании. Ну, ничего, как говорится, не бояться. Посмотрим, прав я или нет. Так, минус. Бежим далее. Так, что у нас тут? Ну, тут все шелупень, ребята. Да, да, вот они правильно делают, что уничтожают именно вот этих вот ботов стреляющих. Потому что вот эти... Ну, что ты делаешь-то? Давай вот эту вот пушку. Да ё-моё! Ну, я же говорю, ну, пушку уничтожьте. Нет, они почему-то уничтожают этих киборгов, блин. Так, здесь у нас грибы. Я начну... Точнее, я начну. Я надеюсь, что они... Да-да, они начинают с них и тут же пасуют опять же, а? Хотя, чё я волнуюсь, ребята. Урона они особого не наносят. Но всё равно просто хотелось бы, чтобы, как бы, правильно, искусственный интеллект распределял цели. Отлично. Двигаемся дальше. А он вообще здесь есть? Это вот искусственный интеллект? Или здесь обычный, ребята, алгоритм какой-нибудь? Бьём послабее или покрайнее кто там у них? Так, хорошо сейчас было. Минус турель. Так, армагон минус. Ну и, ребята, естественно, этих сейчас мы уничтожим черепашек. Так, что такое Донни? Что ты делаешь? Что это за танец? О-о-оу. Что-то новенькое. Такого я не видел. Но это тебя, как говорится, не спасёт. Да. Всё, он улетел в космос. Мы будем по тебе скучать, Донни. Ну что же, а вот теперь, наверное, ребятушки, будет уже сложнота. Посмотрим. Так, у нас с вами шестой эпизод. Блин, осталось всего лишь два эпизода. Шестьдесят пятые уровни на кону. Ну, всё, ребята, берём управление в свои руки и будем играть. Поехали. Так, ну что, давай крыс, наверное, вначале разбомбим. Попробуем разбомбить. Что такое? Ага, вот так вот и сделал, да? Ладно, хорошо. У нас стопуду вот здесь кто-то слаб будет. Слаб. Слабое звено, наверное, будет это Рахзар, скорее всего. Или же Зэк. Куда что? Ага, Зэк. Понятно. Хилочка нам пока пригодится, и я не буду тратить, ребят, её. Так, ну что, здесь я, конечно же, вот с этих начну, ребят. По любасику. С ботов. Ну, давай пробьём. Хорошо, фиксим. Минус. Так. Давай-ка, с вертухана. Замечательно. Ну, этих недопрыгунов сейчас... Ты посмотри, они все прыгают, ребята, на Зэка. У Зэка почти уже и здоровья-то не осталось. Как вы видите. Пол-ХП так точно у него нету. Так, ладно. Давай мы дальше будем продолжать бомбить. Хорошо, красиво получилось. Нет, не пробили. Ага. Рафик сделал. Ну, третья волна. И кто же тут у нас? Ой. Это у нас стрелозады эти и всякая чепуха. Ой, судара, упал. Упал, к сожалению. Минус. Вообще, шикарненько идём. Давай-ка теперь вот этого. Ай-яй-яй-яй-яй. Зэк. Зэк. Ну, падай ты уже, ёлки-палки. Механическая чушка. Что ты со своей сраки тут достал пулемёты? Давай так сделаем. Блин. Я не знаю, стоит ли нам сейчас лечиться или... Или всё-таки потерпеть. Не, я потерплю, наверное, ребят. Или там у нас босс будет. Чёрт, я не помню. По-моему, на четвёртой волне всегда босс, нет? А нет, ребята. Тут всё в шоколаде. Так, хорошо. Что ты там делаешь? Ага. Ай, грипп-убийца, да? С другой планеты. Ладно, хорошо. Мы вот так вот сделаем с вами. Это для затравочки. Мы их замедлили практически. И давай-ка вот с этого начнём. Минус. Так, теперь... Что, 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 что ты? Лео, успокойся. Так, он сделал защиту и иммунитет. Ха-ха. Хорошо, ладно. Этот сдохнет, я в большей мере, от постепенного. Так, я думаю, что надо браться... Нет, мы сделаем вот так вот, по-хитрому. Поставим с вами провокацию. Защиту. Да-да-да, именно так вот. Оп. Так, ну тот, как я и говорил, погиб от постепенного урона. Ой-ой-ой, Ярмагон, ты какой сильный, ты смотри. Даже вертушка. Это что-то с чем-то. Ну-ка, атак если... Да ёлки-палки, какие вы крепкие. Малые, а? Не хотят подойти, всё. Да ладно, офигеть. Что это же? Опа, 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 опа. Ого-го. Так, мне, ребята, желательно бы... Успею я полечиться или нет? Что это такое? Что это такое? Ядрить тебя на корень, а? Вот надо было им всё-таки уронить. Ты смотри, что они делают. Они, ребята, используют свои суперудары. Суперудары все. Ну-ка, давай, Крис. Да что ты не можешь попасть-то? Вот, отлично. Так, я буду хиляться. Слушайте, жалко, конечно, что у меня упал, ребята, зэк. Не дожил, так сказать, до финала, да? Да что же за фигня такая? Почему они такие крепкие? Да, тяжко. Вот здесь вот, ребята, было действительно тяжко. Но я думаю, что следующий этап... Нет даже смысла пробовать, как говорится, играть. Но хотелось бы, очень хотелось бы, ребята, это у нас будет седьмой. Но, как видим, 75-е уровни. Нет, ребята, не потянул. Тут, короче, до 80-го уровня, я больше уверен, идут у нас враги. На восьмом эпизоде, как мы видим, Армагон будет разыгрываться. И все 80-го уровня, я даже больше уверен, наверное, тут... Хотя вряд ли в платиновый, но все в золоте, это точно. Ну что же, ребятушки, как-то вот так вот, пока мы с вами сыграли. Обязательно продолжим турнир. Обязательно мы с вами продолжим испытания. День Дони надо будет обязательно поиграть. Дони, как говорится, тоже нам нужно получить. ДНКшки. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся уже с вами в следующих видосиках. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok